Если бы меня попросили просто сделать обзор умных часов, рассказать про их функции и характеристики Он наверняка не был бы таким полезным и информативным, как у техноблогеров Все-таки эти ребята больше понимают в специфике Я постараюсь посмотреть на умные часы немножко под другим углом Как человек, который любит традиционные механические кварцевые модели Давайте попробуем рассмотреть, что это, для чего и нужно ли это вообще вам Друзья, всем привет! Меня зовут Виктор и вы на канале Про часы Если вы давно следите за каналом, то знаете мое отношение к умным часам Я говорил, что это не совсем часы и не стоит их рассматривать к приобретению Но, честно говоря, у меня никогда не было опыта ношения умных часов Поэтому, как я могу так строго судить, ведь не знаю всех плюсов и минусов Возможно, я в корне ошибаюсь И сегодня у нас будет возможность проверить все мои убеждения Благодаря компании Cubot, которая прислала на обзор умные часы Я все-таки решил на них посмотреть, раскрыть все минусы и плюсы этого варианта часов Более того, у вас есть отличная возможность проверить это самостоятельно Потому что, как видите, у меня здесь есть две коробки Одни часы я потестил и проверил, а вторые полностью в пленках запечатанные новые умные часы Отправятся к кому-то из вас, дорогие друзья И в конце видео расскажу все о том, как участвовать в этом розыгрыше Ну а теперь давайте посмотрим, что это вообще за часы и кому они подходят Когда я получил эти часы, то сразу их быстро настроил, надел на руку и честно неделю с ними проходил Честно говоря, не только с ними, они были на второй руке Но при этом у меня есть понимание вообще об этих часах Давайте начнем, в принципе, с комплекта поставки Вот такая довольно простая картонная коробка Здесь, собственно, лежали сами часы, которые сейчас у меня на руке USB-шнурок для зарядки этих часов Инструкция и гарантийная карта Здесь на нескольких языках все расписано, как, что здесь быстро настроить Да, в принципе, никаких сложностей нет Сканируете QR-код, скачиваете специальное приложение, которое подходит и на Android, и на iOS-устройство И без проблем начинаете использовать эти часы Ну а теперь давайте расскажу более детально про их функции И поделюсь своим мнением и впечатлениями об этих часах Итак, друзья, давайте познакомимся с часами немного ближе Здесь у нас картонная коробка, информация, что это умные часы Сзади информация о компании Компания это Q-Bot, модель часов N1, черный цвет Конечно же, в описании будет ссылка, где эти часы можно приобрести Стоимость этих часов составляет 45 долларов На мой взгляд, для умных часов это вполне адекватная цена По сравнению с другими более именитыми аналогами Она даже более чем приятная Собственно, в комплекте у нас есть сами часы Есть шнурок для их зарядки Здесь, собственно, классический USB-порт И специальный коннектор для этих часов Далее, информация о часах Инструкция для пользователя Я ее немножко уже почитал Она на нескольких языках Есть в том числе и русский язык Здесь все это можно посмотреть Это нас интересует не так сильно Давайте посмотрим на эти часы внешне Как они выглядят Итак, корпус этих часов сделан из полимера Ремешок также у нас силиконовый Все в черном цвете Неплохая темная бакля Здесь логотип компании Сзади на часах есть, собственно, разъем Вот этот коннектор для подключения зарядки И датчик сердечного пульса Что, в принципе, очень приятно Ремешок, ой, как видите Я его уже так немножко запачкал Потому что все-таки эти часы поносил И хотел получить какой-то опыт эксплуатации Кстати, система быстрой смены ремешка Этого я даже изначально не заметил Хотя второго ремешка в комплекте нет Поэтому вряд ли вам это понадобится Тем не менее, если вдруг захотите Ремешок поменять на какой-то другой Это будет сделать немножко удобнее Так, ну давайте к часам Давайте посмотрим на размер корпуса Итак, диаметр корпуса в этих часах Составляет, ну, почти 50 миллиметров 49, толщина часов 14 миллиметров Ремешок здесь у основания 24 миллиметра Довольно крупные Да, собственно, как и многие сейчас современные умные часы Классический круг Неплохо смотрится здесь Вот этот рант вокруг стекла Можно сказать, безель С винтами Они здесь, кстати, не фальшивые Это реальные винты Которые крепят, собственно, этот рант к часам Они немножко отличаются по цвету Если обратить внимание Но давайте посмотрим, что эти часы могут Что они умеют Итак, основной экран Который, кстати, можно изменить Здесь у нас отображение текущего времени Погоды, даты дня недели Вашей активности То есть количество пройденных шагов И сожженных калорий Далее у нас есть информация Как раз-таки более детальная По активности Далее Датчик пульса показывает Частоту сердцебиения Можно посмотреть историю Собственно, датчик кислорода в крови Видите, такая реакция Вроде есть Но иногда почему-то Немножечко подвисает Но да ладно Не суть Так, что есть еще Есть информация о сне Есть информация о погоде Можно управлять музыкой Я попробовал, это работает В принципе, иногда это удобно Далее Что мы можем сделать еще Посмотреть Все меню вместе Есть секундомеры Есть таймеры Это тоже приятно И, собственно, вроде как и все Если вы занимаетесь спортом Можно включить непосредственно Ту функцию Тот вид спорта Запустить Которым вы будете заниматься И посмотреть уже Вашу активность Ну, например Если мы поставим велосипед 3.2.1 И запускается у нас Программа велоспорта Можем уже посмотреть И пульс И количество Калорий Сожженных И время Так что все это Можно учитывать И смотреть Я думаю, что как раз-таки Для спорта эти часы И будут интересны Не для профессионального спорта Скорее Все-таки для профессионального спорта Нужны более профессиональные инструменты Которые будут показывать И более точно пульс И более точно ваши Какие-то другие показатели Если заниматься на любительском уровне То, наверное, эти часы подойдут Я эти часы поносил Поносил их неделю Могу сказать, что Они не тяжелые В принципе, они вполне удобные Но больше всего знаете, что смущает? Сейчас покажу Вот смотрите Просто у вас часы надеты на руку И вы на них смотрите Они не показывают время Чтобы время увидеть Нужно либо их повернуть Тогда загорается экран Либо нажать уже отдельно Вот эту кнопку Справа вверху Тут две кнопки И только тогда вы увидите время Если вы просто сидите за столом То время не отображается Вот сейчас он погаснет экран И все У вас просто черный экран Лично мне Человеку, который привык носить Механические Либо кварцевые часы Это не совсем удобно Я понимаю, что высадится батарея Просто моментально Если будет экран постоянно включен Тем не менее Вот на сравнении С классическими часами Это совершенно не то Дальше Что могу сказать еще С точки зрения Вообще Корпуса Ремешка Это в принципе Все вполне удобно Не вызывает никаких нареканий Сделано все качественно Качественно Но из недорогих материалов Да, здесь полимер Здесь силикон Кстати, водозащита Этих часов 5 атмосфер Это позволяет в них Без проблем принимать душ Возможно поплавать в бассейне Но не более того Между прочим Даже в инструкции написано Что нельзя в этих часах Ходить в сауну Нельзя в этих часах Нырять Но тем не менее Какая-никакая водозащита В них есть Что мне понравилось Понравилось мне то Что в этих часах Моментально отображается активность Если у вас сидячий образ жизни Да, собственно Вот у меня такой образ жизни Я не так много двигаюсь Как нужно бы То это очень полезная штука И все-таки Двигаться нужно Заниматься спортом Просто необходимо Далее Мне понравилось Что можно посмотреть Немножко расписание погоды Понять вообще Сколько градусов Учитывая, что сейчас Довольно жаркое лето В Петербурге Такого лета не было Давным-давно То посмотреть на погоду Довольно приятно Вот я вижу Скоро будет дождь И наконец-то Немножко погода Наверное Наладится Так Что дальше Управление музыкой Ну я не так часто Слушаю музыку И чтобы мне было Неудобно Ее переключить На телефоне Тем не менее Это удобно Особенно возможно Если вы ходите по дому У вас телефон Где-то играет Подключен к колонкам И чтобы постоянно Не бегать Переключать музыку В этих часах удобно Что еще Из полезного Это конечно же Пульсометр То есть сейчас Часы будут показывать Мой сердечный ритм Могу сказать Что большая Есть неточность Если часы Не плотно надеты На запястье То есть сейчас Ну в принципе Вроде бы Точность есть Я сравнивал Я проверял То есть мерил Пульс На одной руке Часы на другой И если они надеты Не максимально плотно То конечно Разница Есть Что-то у меня Пульс немножко Подскочил Ну как видите Показывает и минимум И максимум Дальше В условиях наших Постпандемийных Полезная штука Отображение Количества кислорода В крови Сатурация Так называемая 98% В этом плане У меня Как видите Все в порядке В принципе Жив и здоров Что касается Соединения часов С телефоном Здесь все Без проблем Работает Соединяется быстро Приложение Русифицировано Русифицировано Хорошо Поэтому нет Никаких проблем Все легко И быстро Интуитивно Настраивается Ну и конечно же Можно получать Уведомления На ваши часы От тех приложений Которым вы дадите Доступ Что по итогу По итогу Это умные часы Абсолютно базовые Абсолютно Обычные Без каких-то Сверхъестественных Функций Но совсем Тем необходимым Что задает Собственно Этот тренд Здесь есть Пульсометр Здесь есть Датчик ваших движений Здесь есть Отображение времени Мне понравилось Что часы Довольно долго Держат батареи Вот я неделю С ними ходил И в принципе Только один раз Их немного подзарядил Когда упало До 30% Поставил буквально На полчаса Они еще немножко Подзарядились Поэтому мне кажется Что на Не суперактивную Носку Их будет хватать На неделю Это плюс Это очень приятно Опять-таки Из минусов Это то Что все-таки Такие часы Это отдельный класс Все-таки Умные часы На мой взгляд Никогда не заменят Хорошие Добротные Механические Да либо кварцевые Часы Это совершенно Другая вещь Это больше Гаджет Конечно 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 В некоторых ситуациях Такие часы Будут удобные Я все-таки Считаю Что один из Немногих Вариантов Это Спорт Когда вы Идете на пробежку Либо в спортзал Надеваете эти часы Следите за вашей Тренировкой За вашими Показателями Делаете для себя Какие-то выводы Там улучшить Или уменьшить Наоборот Нагрузки И уже Занимаетесь Более Профессионально Для повседневной Жизни Для прогулок Для работы Мне кажется Это все-таки Не совсем То Что нужно Хотя Вы можете Со мной Поспорить В комментариях Возможно Вы носите Умные часы Вас они радуют И все ваши Остальные Швейцарские Японские Российские И другие Механические Часы Вы просто Не трогаете И они лежат Без дела Еще мне кажется Что такие часы Подойдут Например Пенсионерам Ну условно Можно подарить Бабушке Дедушке Такие часы Для того Чтобы они Следили за пульсом Для того Чтобы они Слышали телефон Когда вы им Звоните Особенно Если они Где-то Ходят По квартире Телефон Как обычно Не берут С собой В таких Ситуациях Наверное Это будет Так же Удобно Важно Просто Объяснить Как этими Часами Пользоваться Благо Никаких Сложностей В них Нет Так что Жду Ваши мысли В комментарии Напишите Как вам В принципе Умные часы Как вам Эта модель Если вам Эти часы Интересны Ссылка В описании Конечно же Будет Как Где Эти часы Приобрести Ну и Одни Такие Часы Я вам Подарю Ну и Собственно Как же Сделать Так Чтобы Выиграть Эти часы У нас Как обычно Несколько Очень Простых Правил Подписаться Либо Быть Подписанным На канал Оставить Один Любой Комментарий Под этим Роликом Делаем Как обычно Если В комментарии Четко Понятно Что Вам Эти часы Неинтересны Носить Вы Не будете Выбираем Другого Победителя Через Время Я в сообществе Конечно же Заранее Буду об этом Предупреждать Пройдет Прямой Эфир Где В прямом Эфире Мы эти часы Среди Комментариев И Разыграем Так что Подписывайтесь На канал Следите За вкладкой Сообщества Там Все Новости Будут Публиковаться Очень Оперативно И заранее И вот Эти Новенькие Часы Кьюбот Отправятся Кому-то Из вас Спасибо За просмотр Увидимся В новых Выпусках Пока